Здравствуйте, меня зовут Анна, я йога-терапевт. Сегодня записываю еще один материал о хорошей осанке и как бороться с болью в спине. Очень часто у людей складывается неправильное понимание, что такое хорошая осанка, основываясь на том, что они где-то слышали или их чему-то учили, скорее всего, на уроках танца. Я вчера была на уроке танца, и мне учитель объяснял, что хорошая осанка означает совершенно прямая спина, лопатки не только вниз по спине, но они настолько прижаты к ребрам спины, что их совершенно не видно. Получается, в его представлении, хорошая осанка выглядит примерно вот так. И как мы видим, при хорошем старании можно сплющить позвоночник полностью. Однако, я бы здесь сказала, что для танцев, конечно, да. Эта хорошая осанка действительно помогает задействовать мышцы спины, мышцы брюшного пресса, чтобы сохранять баланс, делая сложные пируэты. В повседневной жизни, однако, такая осанка затрудняет правильное расслабленное дыхание с задействованием диафрагмы, чтобы она могла свободно опускаться вниз и создавать легкое движение в районе нижних ребер спины. Поэтому небольшая округлость верхнего отдела позвоночника, небольшая, это как раз то, что нужно для того, чтобы расслабленно и глубоко дышать, закончив занятие танцами. Примерно хорошая осанка, в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей, выглядит вот так. Так, верхний отдел немножечко округлен, шейный отдел тоже имеет свой прогиб, верхний отдел имеет небольшой выгиб, и поясничный отдел тоже имеет небольшой прогиб. Тогда вес тела равномерно распределяется вдоль всего позвоночника. Буквой С позвоночник должен выглядеть. Таким образом, можно избегать накопления участков стресса вдоль позвоночника. Предлагаю вашему вниманию небольшое занятие подвигать разными участками позвоночника вперед-назад, скручивание, боковое движение, и понять для себя, где у вас участки, может быть, позвоночники, которые хорошо двигаются, которые двигаются средне, а где движение может быть не самое оптимальное. Начинаем упражнение с очень небольшого диапазона движения и потихоньку наращиваем его с течением времени. Избегаем любых болевых ощущений. Если вы чувствуете, что где-то появилась боль, тут же прекращаем, переоцениваем, отдыхаем, и если возвращаемся снова к этому упражнению, то опять начинаем с минимального диапазона движения. Все эти упражнения, которые я показываю на четвереньках, их также можно делать лежа на спине, что, может быть, было бы даже более оптимальным вариантом для тех, у кого спина уже пострадала в результате плохой осанки или спортивных травм, или еще чего-то еще. Попробуем? Сначала посмотрите видео, а потом уже попробуйте, чтобы потренировать свои зеркальные нейроны в мозге. Начнем сначала с простого прогиба и выгиба. На вдохе наклоняем таз вперед и прогибаем позвоночник. На выдохе наклоняем таз назад и выгибаем его. Спина должна быть округлой или, наоборот, провисшей. Стараемся двигаться позвоночником равномерно, в центре. А потом, зафиксировав лопатки на спине, попробуем изолировать поясничный отдел позвоночника и двигать только им, наклоняя таз вперед и назад. Как получается? Получается ли изолировать? Хорошо ли вы контролируете поясничный отдел позвоночника? Скорее всего, это получится довольно неплохо у большинства из вас. А если мы зафиксируем поясничный отдел и будем двигать только грудным, прогибая и выгибая его? Как здесь получается? Придется двигать немножко лопатками, сдвигая их вместе и раздвигая их. И тоже вдох на прогибе и выдох на выгибе. Интересно, правда? А теперь давайте попробуем боковое движение. Начнем тоже с нижних отделов позвоночника. Двигаем таз сбоку на бок, стараясь при этом делать так, чтобы не заваливаться на бок, а именно сокращать боковые мышцы позвоночника в поясничном отделе. И посмотрим, как справляемся. Получилось? А если мы попробуем сделать боковое движение, изолировав верхние отделы позвоночника, плечо сдвигаем вниз и вбок к бедру, а таз при этом фиксируем. А теперь давайте попробуем и то, и другое. Весь позвоночник двигаем вбок, стараемся приблизить плечо и бок друг к другу, распределяя таким образом движение равномерно вдоль всего позвоночника. Получилось? А теперь круговые движения. Тоже начинаем с поясничного отдела. Идем по кругу. Как получается? Плавно, ритмично, или застревает где-то. А дыхание ваше? Вы случайно не задержали его? А попробуем теперь грудным отделом точно так же. Я называю это упражнение «скакалка». Если вы когда-нибудь прыгали в скакалку на детской площадке в детстве, представьте себе такое же движение вашего позвоночника. А теперь попробуем весь позвоночник в целом. Идите в противоположном направлении от того, в котором вы двигали поясничный и грудной отделы. Я здесь показываю большую амплитуду движения. Опять напоминаю, начинайте с малой амплитуды. Чтобы случайно себе что-нибудь не поглядить. Попробовав это все, отдохните в позе ребенка. Как получилось? Как дышится в нижние ребра спины? Именно дыхание, которое стимулирует движение в нижних ребрах спины, и является очень важным моментом. Потому что там, где нет движения, появляется застой. Наши клетки и мышцы постоянно производят метаболические отходы. Это в своем роде яд, который при отсутствии кровообращения скапливается в тканях и постепенно начинает вызывать боль. Завязываются узлы так называемые. Поэтому отсутствие глубокого расслабленного дыхания, которое равномерно двигает всю грудную клетку, не только вперед и вверх, как у танцоров, когда оно им нужно, этот кислород, но еще и в нижние ребра спины как раз, мне кажется, является очень важным аспектом для поддержания здорового тонуса мышц спины и особенно поясничного отдела. Многие люди жалуются на боль именно там. Еще мне интересно знать, как вы справились с отзеркаливанием. Это один из навыков, который ученые связывают с более здоровой нервной системой. Ваша способность повторять и в точности воспроизводить действия, которые вы наблюдаете, делает кто-то другой. Работайте над этим навыком и, может быть, тогда в течение вашей жизни у вас будет меньше боли. А я желаю вам успехов. Намасте. Продолжение следует...